Если мы почувствуем, что мы полчаса с тобой насытили смыслами и эмоциями, тогда мы, конечно, завершим раньше. Если мы почувствуем, что мы никак не наговоримся, у нас есть вот эти 53 минуты, которые мы можем использовать с лихвой. И, может быть, такое происходит, бывает химия в эфире какая-то происходит, когда люди открывают практически несколько тем, и бог его знает, может быть, у нас какая-нибудь родится серия, которая будет отвечать интересам и твоим, и интересам предпринимательского комьюнити, которая нас с тобой слушает сегодня. Я предлагаю на «ты». Меня слишком многие об этом просили, убеждая в том, что… Ты нормальный на «ты»? Я ж всегда на «ты». Вот о том и речь. Слишком многие меня об этом просили, говоря о том, что времена вы давно канули в лету. И сейчас, дорогой Демьян Михайлович, если ты хочешь общаться с людьми близко, то будь любезен, переходи на «ты». И это повторило мне несколько сотен уже человек, и поэтому я сейчас провожу эксперимент. В течение августа месяца, пока у нас бета-версия OU Radio идет, я встречаюсь в студии и общаюсь на «ты». проверю, насколько свихнусь я или нет, и проверю, конечно, действительно ли сокращается дистанция, и что мы потом с этой сокращенной дистанцией можем делать. То есть это эффективнее или нет. Потому что у меня гипотеза прямо противоположная. Я всегда на «ты», практически всегда. Иногда, конечно, работает в большой минус, потому что иногда, когда надо выдерживать только какие-то, знаешь, бизнес-отношения, даже совместные походы в бар иногда работают скорее в минус, чем в плюс. А ты еще ходишь в бары? Да я не еще, я продолжаю. Знаешь, люди делятся на две категории, если посмотреть на какую-нибудь большую конференцию. Часть встает в 6 утра или в 5 идет бегать, идет заниматься йогой. Часть просыпается к 4 вечера и в 12 ночи, в 2 ночи идет в бар. В принципе, что-то, что-то комьюнити, оно, по-моему, где-то одинаково. Что там, что там подписываются какие-то контракты, заключаются какие-то сделки. Вопрос, что надо четко выбрать «ты куда?» Потому что одновременно йогой заниматься и в бар ходить здоровья не хватит. О как! Такая остроумная реплика. Надо, конечно, устроить батл между ребятами из того и того комьюнити. У нас точно есть время, где мы можем пересечься. Там вот это как раз с 4 до 6 вечера. Как-то идти еще работоспособные. Одни после йоги, другие до бара. И тут у меня, конечно, тоже надо пару гипотез таких дел, потому что мне многие, опять же, предприниматели говорят, что находят, поскольку у нас все-таки подкаст о мотивации, мотивации делать следующий шаг, вот многие находят мотивацию, это, конечно, здоровом образе жизни и удерживают свой характер вообще, изучают свой характер и удерживают свой характер, если выбирают для себя какую-то спортивную нагрузку, которую делают регулярно. Другие не менее остроумно под нагрузкой подразумевают, например, ночной образ жизни, яркое веселье и общение в барах. И я что-то не могу понять, все-таки ты не похож на человека, который глубоко ночами сидит в барах. Да, я пока больше работаю все-таки, чем по барам хожу. Да, поэтому вот твоя работоспособность зашкаливающая, она все-таки про системный рост. Насколько я понял вчера из нашего короткого интро, системный рост не только свой от твоих коллег, клиентов, вообще тебя особенно беспокоит? Ты в этом набираешь экспертизу, да, последние несколько лет? Плюс-минус, да. Плюс-минус, да. Почему вообще с моей проблематикой рост компании, откуда ты вообще делаешь? Такой сложный вопрос. Как бы в маркетинге я, да я, наверное, в принципе, нигде не был, кроме маркетинга. Вот, то есть это как-то там еще с очень глубокого детства повелось. Ну, в барах ты еще был, ты сам сказал. Да, ну, подожди, можно совмещать бары и маркетинг. Окей, так, расскажи. Я к тому, что, ну, рост компании... Мне всегда нравится... Ну, то есть, в последнее время я большую часть работаю на контрактах, да, и мне что очень нравится в контрактах, и чего чаще всего не хватает там в отношении фулл-тайм-джоба, это то, что ты работаешь по проектам, и у тебя есть четко, вот ты пришел, было икс, ты ушел, стало там 100 икс. Вот, и это как, наверное, какое-то первоначальное интро, да, я могу делать там, ну, или ты, кто угодно может делать кучу всяких вещей, создавать там бурную видимость работы, что угодно еще, но на выходе все равно что-то до тебя было, что-то после тебя осталось. Вот вопрос, что осталось. Осталась, я не знаю, куча там исписанных бумажек, или остался рост ревеню там в 5, в 10, не знаю, в 50 раз. Который, в свою очередь, приводит к чему? Ну, потому что все-таки KPI-деньги, он не конечный. Он не конечный, смотри, тут опять-таки все зависит от компании. Допустим, помогаю там, ну, как периодически созваниваюсь с одним стартапщиком со Львова, они делают очень крутую штуку, вот прям лучшую, как мне кажется, в сфере диагностирования рака кожи. Так. Вот, и у нас как раз тот последний разговор был с спаунером этого продукта на тему, вот чего они хотят, да, то есть они, изначально у них идея была, это то, что они хотят сделать там девайс, который помогает тебе анализировать родинки и быстро говорит там, все хорошо или все плохо. И его идея была продавать этот девайс как можно дешевле. Вот прям, ну, вообще просто там по доллару зарабатывать с каждого продвижного девайса, зато спасать человечество. Ну, вот вопрос. Он хотел это сделать зачем? Затем, что незащищенные слои населения не могут себе позволить там за много денег покупать какие-то медицинские девайсы, да. С моей точки зрения, эти же незащищенные слои населения не смогут купить девайсы за 10 долларов. Как минимум, потому что большинство из них об этом вообще не беспокоятся. Поэтому, а может лучше поставить больше маржу и вот прибыль, появившуюся, появившиеся живые деньги распределять на, не знаю, соцпомощь, на организацию, там, на помощь клиникам, на помощь докторам. Ну, то есть вот, называется социальная составляющая всей этой штуки. Да, и вот тут как бы вопрос. То есть вроде как бы мы про деньги, и конечная цель у нас одна, да, спасти человечество. Вопрос, как к ней дойти. Поэтому тут все очень сильно зависит от компании. Да, то есть кому-то нужны деньги, чтобы там, не знаю, построить супер-AI. Кому-то нужны деньги, чтобы там, поменять отрасль, развить какой-то большой комьюнити. Ну, то есть, depends on business, на самом деле, очень сильно. Руслан Назаринга у нас в гостях. Об этом вы прочитали в титрах. Но вот смотрите, человек раскрывается через свое отношение к своему клиенту. И даже... Я правильно понял, что это даже не клиент, это просто товарищ, с которым ты так или иначе общаешься и консалтишь? Это я был... Меня пригласили во Львов на Startup School, в Startup Depot, вот, на Product School. И один из продуктов, который там был, это вот эти вот ребята, которые делают этот hardware для решения этой проблемы. Я лишь о том, что ты... Я понял. Я лишь о том, что ты вряд ли удержишься в любом диалоге с любым предпринимателем от того, чтобы поделиться своей экспертизой. То есть это прямо из тебя так изливается. Это вот твоя ценность. Я как-то не особо сильно понимаю идею брать деньги просто за то, чтобы рассказать что-то, что произошло, потому что, я не знаю, я прочитал другую книжку, нежели ты, знаешь, и вот где-то я там сделал что-то не так, как ты. И брать за это деньги, ну, не знаю, глупо. То есть на самом деле даже вот у меня нету там... Я не продаю себя как консультант, я не продаю никакого консалтинга. Если надо просто там какой-то взгляд со стороны, не знаю, идем в бар, с тебя коктейль, с меня взгляд. Другое дело, если уже надо там самостоятельно работать руками, тогда, конечно, это в сторону оплаты по-любому. Так, получается, что ты предприниматель, который настолько четко понял вот эту проблему современную. Я так понимаю, у тебя клиенты же далеко, только украинские? Да, есть такое дело. Ну вот, насколько четко ты понял, что эта проблематика есть хорошо в современном мире, давай так. И более того, я так понимаю, здесь нет никаких стандартных рецептов, здесь необходимо каждый раз, очень хорошо изучив вопрос, то есть это вот такой очень глубокий ресерч каждый раз, и для этого нужно уже кроме интуиции обладать очень серьезными знаниями, системными знаниями в маркетинге, безделье, юзер-экспириенс, там еще можно перечислять, и берешь на себя ответственность за то, чтобы предложить людям некую дорожную карту. Ближайшие... Ну, я не предлагаю дорожную карту, если мы говорим про вот просто пообщаться, я говорю, что там, смотри, я запустил 20-30, 40 продуктов, помог другим компаниям запустить 40 продуктов, вот смотри, там, какие шаги, какие уроки я из этого вынес, и вот теперь это уже твоя работа, подумать и придумать, а можешь ли ты их применить. Понял. А что зажигает тогда? Вот зажигает заниматься... Маркетингом. Да, маркетингом, давай так, маркетингом пока. Всем, все зажигает, это... Я запишу. Три главные причины, почему ты в этом деле. Нету никаких причин. Вообще нету никаких причин, это просто то, что мне нравится, и вот опять-таки то, о чем я говорил во время вчерашнего интро. Вот у меня первый продукт появился где-то лет в 16. Может, еще раньше, там, чуть-чуть. И, по сути, до этого, буквально там до месяца назад, да даже и сейчас, даже когда я работал там с кем-то, у меня все равно были какие-то сайт-хаслы в виде каких-то своих продуктов. Могло быть что-то очень маленькое, это могло быть что-то очень большое, неважно, но они всегда были. И вот после последнего я понял, что я не хочу быть больше CEO, я не хочу менеджер, вот все-все-все. И я наконец-то определился, что для меня основной passion – это именно маркетинг. То есть общение с кастерами – это прекрасно. Строить продукт, там, фичи, общаться с девелоперами, ну, вообще организовывать весь этот хаос – это прекрасно, но мне больше удовольствия доставляет организовывать его именно в маркетинге, чем где-либо еще. Вот, и тут, кстати, я для себя это понял, когда читал книжку «Война за креатив». За креатив, за креативность, не помню. Вот, такая достаточно специфическая книга. Она написана художником, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли художником, то ли писателем. Короче, очень креативной личностью, в отличие от меня. Вот, и автор выделяет там такую штуку, как вот сопротивление, да, то есть это что-то, что живет внутри тебя, и постоянно тебе говорит, слушай, ну, зачем вот тебе сейчас там сидеть и вот делать эфир? Там смотри, какая погода, смотри, сколько новых заведений, пойди, блин, бургер съешь, короче, не делай вот этой всей фигни. Вот, и по сути там, ну, выводов может быть очень много. Один из выводов, который сделал я, если ты делаешь что-то, что действительно является для тебя пэшоном, тебе не надо преодолевать это сопротивление, тебе не надо себя убеждать, что там типа за углом бургер дешевле, потому что ты сейчас горишь тем, что ты делаешь. Вот, и он посоветовал задать один вопрос, что вот условно я умер, я родился заново, что чем бы я занимался? Вот, и я для себя, ну, наконец-то, окончательно ответил, что это чем-то был бы маркетинг. Поэтому решил все остальное просто, ну, откинуть, откинуть в сторону. Про Пэш, у меня с тобой полностью согласен, тоже об этом неоднократно говорим в эфире с нашими гостями. Это то, что по моему глубокому убеждению отвечает на вопрос, почему я буду заниматься этим же завтра, несмотря на то, что сегодня я дико устал, или сегодня, черт побери, у меня не получилось все то, что я запланировал, или вообще все пошло не так, и это сегодня иногда может длиться месяцами. Мы знаем, там, мы знаем с тобой оба кучу продуктовых компаний, ребят, выгорает, потому что они не добираются до того самого результ, который себе... И выгорают. Я постоянно выгораю. Ну вот, а вот этот Пэш, а ты его откуда черпаешь в итоге? Чтобы двигаться дальше? Сложно вопрос. Мне кажется, что его надо черпать только где-то внутри себя, потому что если ты его черпаешь где-то снаружи, то вот это то, что снаружи, оно очень часто заканчивается. Ну, то есть, условно говоря, когда, я не знаю, тебе 16 лет или 17, и ты такой, типа, все, хочу купить себе айфон или там новые кроссовки, и ты работаешь только ради этого, вот ты поработал, там, кроссовки или айфон купил, все, твой Пэш закончился. Поэтому мне кажется, что его надо искать где-то внутри себя, вот, и понимать, ну, что именно тебя драйвит, да, то есть меня драйвит, опять-таки, рост компании, да, меня драйвит... В любой компании есть, вернее так, во время роста любой компании есть какие-то там точки такие критические, знаешь, вот, в которые кажется, что сейчас все просто вот сломается, вот, прям совсем сломается. И меня вот, ну, наверное, драйвит там переходить, переодолевать эти точки. Но перегорание, это, ну, действительно, очень большая, большая беда. То есть вот последний проект, который у меня был, мой, это Квока, мы его развивали там почти полгода, вроде как полгода там, ну, небольшой срок, но наложилось там еще мой прошлый опыт, у меня до этого был продукт, который я зафейлил. И в итоге мы решили вот сдвинуть пока что это в сторону сайт-хассл, и вот просто две недели у нас был такой бар-трип, просто чтобы от этого всего переключиться, потому что когда говорят, что компанию строить сложно, не говорят насколько. Не говорят насколько. Об этом, вот это The Hard Thing About Hard Things, который послужил благодаря Хоровитцу названием этого подкаста, помнишь, да, что он писал в этой книге? И вот твоя фраза, вот эта про «Я не хочу быть CEO», это же получается, что… Так, вот из нас телефон. Ага, sorry. И вот «Я не хочу быть CEO», это так легко сказать, так легко это сделать. Ты не вспомнишь, как ты «Я не хочу быть». Это вообще нелегко сделать, ну то есть, потому что по умолчанию большинство тех, кто делает свои продукты, они относятся к продуктам как к чему-то своему. Ты как это сделал все-таки? А? Вот как ты это сделал? Я не хочу быть CEO, и на следующий день ты уже всем написал, что, ребят, я не CEO, все, я занимаюсь только маркетингом. Во-первых, я не очень хороший CEO. То есть ты это сказал? От тебя отвернулись все команды, где ты был CEO? Не, они не отвернулись, но как бы, смотри, это факт. Я не лучший CEO, я не умею находить какие-то вот суперправильные вещи, знаешь, чтобы кого-то там не обидеть. Если что-то сделано хуево, это сделано хуево. Так. Точка. А что ты считаешь хорошим CEO? Ну, мне кажется, это вот как раз, опять-таки, то, о чем Горовиц писал, да, когда 80% своей работы ты занимаешься тем, что ты общаешься с людьми. Ты пытаешься понять, кто сильнее, кто слабее, ты пытаешься как-то это все там соединить в одну систему, которая в итоге будет работать, ты пытаешься нивелировать риски, ты пытаешься нивелировать конфликты, сводить на нет любые там перепалки, да, и спасать людей от перегорания в том числе. А маркетолог? А маркетолог я вроде получше. То есть ты делаешь в это 75% времени, тогда ты занимаешься чем? Тоже, как бы, понимаешь, маркетинг такая, ну, здоровая штука. То есть очень здоровая. Сложно сказать, чем я занимаюсь 75% времени. Скорее, половину времени точно я трачу на общение с пользователями. Да, но вот то, что мне не нравилось, допустим, когда, ну, маленькая команда, маленькая компания, и ты как CEO, ты как бы сидишь и на саппорте в том числе, да, и мне это, ну, не нравилось. То есть мне нравится с ними общаться, мне нравится с ними копаться, там, в проблемах, в решениях, ну, не слушать, что там, типа, бляха, у вас тут баг, у вас тут что-то поломалось или что-то в этом плане. То есть вот эта картинка там, где стартап горки, где у тебя там 5 минут, типа, я буду миллиардером, следующие 5 минут я умру, там, следующие 5 минут я буду миллиардером, потом опять я умру. Это вот, ну, в моем случае очень близко к истине. Вот. Сейчас я задумался, окей. Поэтому у меня как бы было несколько, ну, несколько таких вот штук. Первое, это то, что я действительно был, ну, есть не очень хорошим сэмом, да, то есть если фаундинг-тим это прощает на ура, потому что, ну, все горят, все понимают, что надо там работать и прочее, прочее, то когда ты выстраиваешь процессы, твоя задача как бы, ну, ты не сможешь постоянно, постоянно, бесконечно находить людей, которые будут этим гореть 24 на 7, да, потому что это сотрудник. Неважно, есть у него опцион, нет у него опциона, до лампочки, он все равно не будет этим гореть, так как горит фаундинг-тим. Одна из вот там больших ошибок, которые, ну, и, ну, небольших, но тем не менее, которые вот я делал, да и много кто делал, это когда, там, ты сам как фаундер такой, типа, сейчас надо сесть, написать всем клиентам, и ты пишешь, короче, да, если ты такой хоть чуть-чуть понимаешь маркетинги, ты, ага, замерили конверсию, конверсия там такая-то, вот, но если ты наймешь человека на этот процесс, у него никогда в жизни не будет такая конверсия, он будет по умолчанию работать хуже тебя, вот, скорее всего. И это удручает тебя, да, такие что-то? Это не удручает, это, ну, это просто факт, ну, то есть, ну, то есть, кому-то, кто-то готов выкладываться, там, 24 на 7, кто-то готов работать только с 11 до 4 вечера по вторникам и пятницам. В этом нет никаких проблем, вопрос просто в том, сможешь ли ты построить процессы, которые будут, на ранних этапах, да, построить процессы, которые будут соответствовать этим людям, и в итоге получать, там, максимальные результаты. Вот у меня это не очень хорошо получается. В тот же момент, ну, я, как бы, все время понимал, что мне нравится маркетинг, да, но я понимал, что вот эта вот работа с CEO, она, как бы, от маркетинга меня очень сильно отдаляет, да, потому что, ну, реально 80% времени ты общаешься с людьми, ты хайришь, ты увольняешь, ты разруливаешь какие-то там проблемы внутренние. Вот, я начал понимать, что я просто, ну, забываю о маркетинге. Вот, и вот это, наверное, две там какие-то основные причины. Не очень хороший SEO, три даже причины. Не очень хороший SEO, вроде неплохой маркетолог, и страх просто забыть или упустить там, ну, то, что сейчас творится в этой индустрии. Вот, и потом не догнать в итоге. Ну, очень открыто говоришь, спасибо огромное, это вот этот сейчас ценно. То есть, я бы сделал такой даже вывод, для ребят, которые смотрят, то есть, парни, задайте себе вопрос, может, вы тоже не очень хорошие силы, и вы начинаете забывать что-то, какую-то. Смотри, тут очень важная штука, ты можешь быть не очень хорошим SEO, но, опять, если это твой passion, если тебя драйвит, если ты готов расти, ты готов развиваться, ты готов идти дальше. Ну, да. Потому что задать себе вопрос, как бы, если ты, я не знаю, фаундер, и тебе 19 лет, ты по умолчанию хреновый SEO. По дефолту просто, не может быть иначе. Вот, и тут не надо думать, что, а, все, если я хреновый SEO, пойду ничего не делать. Нет, надо в любом случае что-то делать. Вопрос просто, кем ты себя видишь. Правильно. Большая разница между, да, большая разница. У тебя было три причины. И первая из них, это я начинаю забывать маркетинг. Вторая, я хочу быть в маркетинге. Третья, я плохой SEO. То есть, при том, что был опыт, это у меня несколько команд даже, да? Да, ну, дофигища команд. И где ты был SEO? Я это имею в виду. Слушай, ну, у меня своих там стартапчиков, продуктов, фейловых или не фейловых, было, я не знаю, штук десять, наверное. Не, ладно, вру. Наверное, меньше все-таки. Наверное, где-то шесть. Вот в таком плане. И только один, только один из них получился. Вот самый первый, что самое смешное, получился более-менее адекватный. Все остальные, это были фейлы. Вот я прошелся, наверное, по всем граблям, которые просто можно, вот, ну, типа, собрать. Вот я их прям взял в охапку, типа, и с ними там бежал все это время. Ну, давай, я тебя понял. То есть, получилось, что ты сейчас предприниматель с сильными маркетингами с skills. Теперь вопрос такой. Если маркетинг – это огромная штука, и мы оба правильно понимаем, сколько там времени уделяется людям, я все время измышляю о социальном предпринимательстве как феномене. Он достаточно молодой, конечно. Как это, молодой формулировки, так-то он известен много лет, вот сколько существует дельцы, люди-созидатели, столько существует social-oriented бизнес. У меня к тебе вопрос. Поскольку ты этот вопрос изучал, насколько я помню, social entrepreneurship, для тебя есть разница между тем, чтобы зашить внутрь в затраты бизнеса, зашить решение социальной проблемы, как, например, сегодняшним львовским стартапом, или заработать денег на чем-то одном, а потом часть прибыли отправить часть прибыли отправить на что-то совершенно другое. Есть ли для тебя разница между этими двумя случаями? Слушай, она есть, и тут, ну, как бы, опять-таки, все зависит от случая к случаю. То есть, из того, что точно, вот из того, что мне там импонирует, это то, что часть сотрудников Google объявила Google-байкот, когда Google заявил, что мы теперь будем разрабатывать AI для военных. То есть, как бы, с одной стороны, ну, они не стали спасать пандочек, да, но в итоге они отказались от этой идеи, и этим, скорее всего, спасли очень много людей. То есть, это social entrepreneurship или нет? Как бы, сложно сказать. Наверное, да. А может быть, и не очень. Но здесь какое дело? То есть, я, мне кажется, что он, в любом случае, этот social, исходит от людей в бизнесе. Да, если ты как фаундер, ты готов жертвовать часть твоего дохода, если там твой кофаундер готов жертвовать часть этого дохода, если люди, там, сотрудники твои готовы донатить, там, когда происходит какая-то катастрофа в мире, занимайтесь этим. Когда бизнес идет и строит там какую-то площадку или что-то там, я не знаю, спасает животных, это очень сложно, и это очень сложно назвать social в итоге. Простой пример, допустим, мы когда квоку делали, мы ее почему так назвали? Потому что мы часть денег донатим в спасение квок. Вот, квока это такая самое веселое животное в мире. Сейчас что-то со связью, по-моему, да? Нет? Нет, я тебя слышу. Это скатит видео, не переживай. Вот, квоки живут в Австралии, их мало, и они вымирают, их там, ну, типа осталось очень мало. Мы сконтачили, вот, наверное, четыре или пять фондов, ну, вот глобальных, которые вот прям совсем глобал-глобал, говорят, ребята, смотрите, вот у вас были компании по сбору денег на квок, мы готовы донатить туда постоянно, мы готовы донатить там, ну, от таких-то до таких-то сумм каждый месяц стабильно. Они такие, ой, нет, мы сейчас там, типа, не можем этим заниматься, короче, давайте как-нибудь потом. Вот, и с одной стороны, как бы я их понимаю, да, но их там не очень много людей, они не могут действительно закрывать прям все. Есть какие-то горящие проекты, там, и все в этом плане, но с другой стороны, типа, бляха, вы занимаетесь, ну, как бы помощью, и вот я готов дать адресную помощь. И в итоге я понимаю, что когда это делается на масштабах, вот мы для себя эту проблему сейчас, допустим, на раннем этапе можем закрыть как? Мы можем найти местного активиста или местных активистов, там, пять-десять человек, да, и давать им эти деньги. Вот, и они будут спасать этих квок. Но, когда бизнес растет, и там, ты тратишь, я не знаю, 10 миллионов на спасение этих квок, тебе эти пять человек уже не помогут. То есть тебе их надо вкладывать в какую-то структуру, которая сможет адекватно им распорядиться. А структуры просто нету. Поэтому ты начинаешь донатить какие-то, ну, вещи, которые, мне кажется, не супер... У них нет хорошего ROI в этом плане. То есть они, как и любая корпорация, не самая эффективная штучка в этом мире. Поэтому вопрос, опять, проще донатить как корпорация или проще донатить как личности, как люди, потому что каждый хочет донатить на что-то свое, каждый там считает, что один фонд лучше или другой лучше, или там какая-то группа активистов хуже, а какая-то лучше. Поэтому вот такого простого ответа у меня на самом деле нет. Да, то есть, ну и опять, тут еще такая штука, что социальная ответственность бизнеса. Ты как бизнес, ты платишь налоги, ты создаешь рабочие места. Социальная ответственность? Социально. Как ни крути. Ты как в случае вот ребят, которые сейчас работают, там, ну, что у нас, что в Штатах связаны с Мэттеком или с биотехнологиями. Ты в любом случае делаешь что-то, что социально полезно по дефолту. Погоди, не по дефолту, я, прости, я сейчас повесню немножечко. По дефолту не получится. Бизнесмен глубоко осознанно принимает решение, чем он будет заниматься в своей жизни. И я еще раз подчеркну разницу. Если я сначала заработал деньги на производстве, например, микрофонов и заработал хорошие деньги, потом у меня получил устойчивая компания, после этого я увидел, что я могу часть прибыли отправлять на спасение КВОК, это не социально ориентированный бизнес, это действительно частное решение, принятое уже после того, как бизнес создан. В принципе, эксперты в этом бизнесе в создании микрофонов. Это одна ситуация, она классная, но я имею в виду, все-таки создание бизнеса, если бы ты, ты действительно хочешь улучшить индустрию производства микрофонов, для этого ты создаешь компанию, которая фокусится именно на этом, это суперэксперты, то есть ваша социальная задача сфокусирована на том самом продукте, который вы же и производите, и этим вы решаете конкретную человеческую там или задачу, задачу маркета. И все, вот туда именно отправляете, поэтому реинвест, по этому масштабированию, поэтому вы ищете нестандартные ходы и прочее-прочее. То есть это вопрос концентрации и фокуса, и это решение социального вопроса. Мне просто подобные бизнесы очень хотелось бы видеть больше, потому что, да, первая ситуация, которую ты описал, и я вот описал, их много. После того, как ребята научились зарабатывать, есть лишние деньги, свободные деньги, они их отправляют на ту или иную или третью, тут часто через запятую благотворительность. Она потому и называется благотворительность, это чей-то донатить. Услышал меня, да? Да, да, да. Я профессионализм, я просто нащупал несколько лет назад, что благотворительность зачастую не связана с экспертизой благотворителя, в том, куда он отправляет деньги. Она может связана с любовью, с каким-то нерешенным вопросом в детстве, с каким-то случайным эмоциональным увлечением или кто-то из друзей ему попросил, подсказал идею. Она не обязательно, он не экспертен в том, куда он отправляет деньги. А вот в случае второй, мне нравится, что в этом случае люди, будучи замотивированы, постоянно повышать свое мастерство и их социальная ответственность перед рынком, производить все лучше и лучше продукт и как магнитом притягивать к себе все лучших и лучших экспертов в том, что они делают. И это дорога, вот то, что меня очень сильно волнует, по пути к гениальным продуктам. То есть их драйвит вот этот фокус очень сильно. Они дойдут до гениального продукта. Вот я скорее привержен из второго варианта в этом плане. Фокус? Да. Ваше здоровье. Ну смотри, еще момент. Тут мы всегда касались вопросов образования. Можно я тебя спрошу, поскольку ты умеешь учиться, насколько я знаю, даже сам очень... Давай ты скажешь в эфире, ты сколько времени приблизительно уделяешь обучению, образованию? Очень много. Практика, да? Ну то есть вот прям если говорить там про обучение, то ну сознательно, ну минимум один день в неделю. Вот это сознательно минимум. Это я не считаю там слушание подкастов, всякие там ТЭДы, книжки, которые читаются в метро или что-то вот в таком духе. То есть это я имею в виду вот именно ты прям садишься в 10 утра и в 8 вечера встаешь после того, как там, не знаю, прослушал 3 курса подряд. А как ты работаешь с этими знаниями, вот эффективность обработки информации? Ну я для себя нашел там опроуч, который вот работает лично для меня, да? Для меня не работают оффлайн-курсы, к примеру. То есть вот я пробовал, я не могу просто вот стабильно ходить, знаешь, в определенные дни. Мне это не очень. Для меня не работает последовательное изучение информации. То есть для меня работает это вот действительно там сесть на пятницу, субботу, воскресенье, запустить там 5 курсов, пройти их, запустить 3 приложения, что-нибудь поклацать, начать читать книгу на эту тему. Ну то есть вот так, чтобы ты там через 3 дня или через неделю или даже через месяц такой так, вроде понимаю, что здесь происходит сейчас, а теперь надо копать куда-то вот туда. Короче, и пошел копать. Вот, то есть для меня такой подход к обучению работает лучше всего. А что это там? Это текст, видео, курсы, онлайн, это уже вторично. То есть ты так страстно, мощно, концентрированно в короткий промежуток времени погружаешься в изучение конкретного продукта. Да, да, да. Тогда для тебя есть польза. Хорошо. Ну, может быть, мы однажды дождемся, где-нибудь прибежим вместе марафон. Я просто помню, те, кто готовится к марафону, как раз другие личности совсем. Вот это как раз про системную, ежедневную, по чуть-чуть, да, вот это 5 раз питаться, именно вот так питаться, растягиваться-то именно столько. Ну, представляешь себе, да, подготовку к марафону? Да, представляю, но себя в этом я не представляю. Поэтому я говорю, может быть, однажды, когда мы вернемся в эфир, что-то в твоей жизни изменится, потому что я такие истории, честно говоря, наблюдал, когда и у себя наблюдал, давайте честно скажу, и у себя наблюдал, что вот это самое страстное глубокое погружение для изучения предмета это супер. Это относится, пятерка книг, это исписанные блокноты на цитаты, это какие-то там звонки менторам, которые в этом разбираются со сложными вопросами, тут же ответы их тоже записал, все вместе, и тогда действительно за короткий промежуток времени ты освоил информацию. А потом я обнаружил, что вот это степ-бай-степ, в этом какая-то есть очень красивая азиатская история. Там не просто азиатская история, то есть степ-бай-степ это действительно очень эффективный процесс. Вопрос в том, знаешь ли ты какой твой следующий степ. А когда ты погружаешься в какую-то что-то новое, я не знаю, вот я уйду сейчас с программирования, допустим, для меня это что-то относительно новое. Я не знаю, какой у нас следующий степ, поэтому у меня будет не вот такое, типа знаешь, вверх-вверх-вверх, у меня будет сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда, вот как-то так, И вот поэтому мне и спасает вот этот вот дип-дайв за очень краткий промежуток времени, потому что спустя вот это время я понимаю, что ага, теперь мои шаги там вот такие, 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 такие. То есть они все равно немножко хаотичны, но они хотя бы идут в нужном направлении. В отличие от того, когда ты все делаешь степ-бай-степ, и ты просто идешь во все стороны сразу. Если нет опытного наставника, тренера? Да даже опытный наставник. Ну смотри, вот в том же маркетинге сейчас два таких больших шифта. Появляются ребята, которые очень хорошо разбираются в дизайне, да, они маркетологи, но они хорошо в дизайне. И ребята, которые, допустим, маркетологи, но они хороши в кодинге, они работают с данными. Да, то есть вот, ну, когда ты только-только, я не знаю, выходишь со школы, и ты хочешь быть маркетологом, ты вот, ну, ни хрена не знаешь, ты вот к левым или к правым, или там еще к каким-нибудь другим. То есть это, ну, твой личный экспириенс, это твой личный путь, это, опять-таки, твой личный пэшн. И тебе никакой ментор, никакой наставник не поможет. Да. То есть подсказать какие-то базовые вещи он сможет, да. Но как бы большинство из этих базовых вещей ты в том числе можешь получить и сам, ну, дольше, конечно, да, но so far, как бы, скажем так, я не верю в то, что не разбираясь в предмете с одним лишь наставником, ты пройдешь путь от нуля к единице достаточно быстро. То есть наставников у тебя в жизни не было? Они были, но это чаще всего вот по каким-то очень конкретным штукам. То есть вот, ну, прям вот суперконкретным. Это не в духе там, ой, а что мне делать с маркетингом, типа, ой, или что мне сделать с кодингом. Это типа в духе, смотри, у меня есть проблема X, у меня есть решение раз, два, три, что ты думаешь там, вот почему второй лучше, там, а третье может быть лучше, и вот в этом конкретном кейсе. Да, то есть меня интересует доменная экспертиза, что ли, в решении каких-то конкретных задач. Круто. А ты, просто вопрос близкий, но совсем другой, чем про наставника. Ты получаешься сам себе наставник больше, и несмотря на то, что ты изобразил довольно хаотичное движение, у тебя же есть некая дорожная карта, она может быть зашита внутри тебя, она может быть прописана где-то в ежедневнике, может быть есть конкретный план, там, 10-летний, например. Я имею в виду персонал такой план, вообще про лайфстайл, куда зашито и профессиональное. В этом плане мне понравилось выступление Эмилии Вапняк на TED-е про мультипотенциалов. Вот, то есть... То есть ты в этом себя нашел? А? В этом тебя нашел? Ну, скажем так, приятно было себя в этом узнать. Да. Осознанно или я сам себя зафорсил, не знаю, но... Смотри, в маркетинге, вот именно в маркетинге, в нормальном, то есть не хаотичном, а вот там где степ-бай-степ и все такое, я где-то лет... Ну, наверное, 5, не больше. Вот, до этого там еще было, но оно вот было именно хаотично, и оно постоянно менялось. Ну, то есть там, типа, сначала я, значит, вот буквально два года назад, наверное, я только отказался от работы с тем, что можно назвать там initial attraction, да, то есть до этого это были в основном запуски продуктов. Вот, два года назад я решил, что окей, я хочу там хорошо разбираться с данными. Вот, сейчас я, допустим, решил, что вот у меня сейчас есть просто как раз очень прикольный опыт. С одной стороны, у меня есть команда, которая очень маленькая, и с другой стороны, у меня есть команда, которая находится ровно на шаг впереди первой. Вот, у них уже появился аналитик, да, и я понимаю, что окей, сейчас у меня там драйвит marketing automation, допустим, и рефералки. Вот, то есть у меня, ну, это развитие меня как маркетолога anyway. Через 5 лет, через 10 лет, через 25 лет. Но сказать, что через 25 лет я хочу заниматься там marketing automation, я мало того, что не могу, я еще и не хочу. Вот. Поэтому как-то так. Как думаешь, книгу напишешь? Не хочу писать книгу. Не заставляю. Хорошо, не хочешь. Не, я в том плане, что, ну, книгу почему? По inspiration? Мне в этом плане нравится, боже, как этот сатирик, который, к сожалению, уже умер, где почему нам всем нужны книги по мотивации? Если у тебя хватило мотивации пойти в книжный магазин и купить книгу по мотивации, у тебя достаточно мотивации, теперь сиди, блядь, и делай. Ну, вот в таком, это, пардон за нецензурную речь, ну, это прям прямая цитата. Вот. Поэтому inspirational точно нет. Если это касается какой-то educational, скорее тоже нет, потому что, ну, на самом деле, базовый маркетинг какой-то, вот он, ну, типа, остался еще с, там, ну, очень давно. То есть, портер был прав, котлер был прав, траут был прав, все, все были правы. Вот. Вопрос, ну, то есть, это basic knowledge какой-то, который можно уместить в книгу, да. Более современный новый, значит, ты его в книгу не уместишь, потому что пока ты его будешь умещать, оно просто все уйдет вперед. Ага. Понимаешь это, да, что изменения? Да, ну, то есть, смотри, даже вот с личного опыта у меня получается, я не, ну, как бы, я никогда в жизни не развивал personal brand, вот именно прямо осознанно. То есть, у меня никогда не было момента такого, что все, с этого дня я развиваю personal brand. Никогда в жизни, вот прям вообще. Если у меня когда-то будет, убей меня. Ну, как-то так получилось, что вот когда я работал там еще в пивоксе, вопрос был, где взять вот этот, ну, первичный трекшн, да. Денег как бы особо нету, поэтому, о, а есть такая штука, как Product Hunt. Типа, давай пойдем на Product Hunt, посмотрим, что из этого выйдет. Пошел, как бы, поделился. И люди начали приходить по поводу Product Hunt. Да, потом с Product Hunt, как бы, вроде все стало там понятно, уже всем сто раз рассказал, что как делать, уже все свои шишки понабивали, мне начали рассказывать, что как делать в итоге. Вот, и я такой, окей, а что дальше есть? Там, дальше есть Hacker News. О, или дальше есть Quora, допустим, да. Вот смотрите, там, попробовал, что... Опять посмотрел, как это работает, да, попробовал у себя. О, заработал, рассказал, как это работает, показал всем. И опять у ребят там уже больше опыта, чем у меня, и они уже мне могут рассказать. Ну, то есть это такой continuous процесс развития. И вот если я сейчас сяду писать книжку про Quora, то пока я напишу эту книжку, наверное, Quora уже умрет. Как продукт, в принципе. Хорошо. Мне недавно Олесь, Манюк, может быть, вы знакомы, может быть, нет, Тай Цзи Цуань, практик и консультант ряда бизнесов по организационным изменениям. Он мне сказал такую фразу, есть уникумы, а есть персонажи чьих-то историй. Это вот то, как он увидел человечество окружающее, его или даже не окружающего. Есть уникумы, а есть персонажи чьих-то историй. Да, согласен. Интересная история. Правда, ты, ну, очевидно, уникум. Давай я возьму на себя сегодня роль сказать. Вот не всегда, кстати, я тебе хочу сказать. Ну, прости, но вот я тебя считаю уникум по одной простой причине, ты в эфире у меня, поэтому у меня нет вариантов. Я не могу тебя предназначить персонажем чьей-то истории, что тебя кто-то ведет за нитки, кроме тебя самого. Никто не решает сейчас твою судьбу. А тут просто смотри, какая штука. Вот опять, если я буду это экстреполировать на маркетинг, ты можешь добиваться прекрасных результатов, если ты будешь знать, за кем надо следить, да, и перебирать лучшие тактики. И в этом как бы нет ничего такого, опять-таки. Вот. Либо ты можешь пытаться создавать что-то свое. Да, это вот прямая, наверное, параллель на самом деле с тем же интерпренерщипом. Курс у YC, вот на Ютубе, который открыт, у них там первая лекция, где они на цифрах показывают, что смотри, вот если ты хочешь там X денег, допустим, да, ну говорим только про денежную мотивацию, там путь развития компании от вот оценки 0 до оценки в 100 миллионов, занимая там столько-то лет. Смотри, ты можешь прийти в компанию, которая находится уже там типа на условной стадии R&B сейчас, тебе дадут какой-то вот, ну вот такой вот маленький опцион, ну путь, который пройдет R&B от момента до сейчас, до момента выхода там на условную биржу, он будет намного короче, а денег ты в итоге получишь столько же. Да, и что получается, что как бы цель одна, два пути. Ты либо персонаж истории R&B, либо ты строишь какую-то свою историю. Но опять-таки, даже в том же R&B ты можешь приходить с какими-то там original tactics, original strategies, да, тебе есть где развиваться, и более всего, если ты не просто плывешь по течению, а понимаешь, что окей, я здесь сейчас там в моменте X, цель там, это A, и у меня есть все ресурсы, которые есть у R&B, то тебе будет намного проще, наверное, переходить, ну вернее, как не проще, тебе будет намного легче воплощать вот эти original tactics и strategies до достижения этой цели. И вот вопрос теперь опять, а ты кто? Ты персонаж этой истории, или ты все-таки уник? Это очень почетно, когда вы, обладая определенной экспертизой, я сейчас обращаюсь к нашим зрителям, приходите в чью-то команду и работаете так, что данная команда взлетает, и вы точно знаете, что в этом огромная часть ваших усилий, спокойно, скромно, не заявляя, что это ваша компания, вы делаете ту самую работу необходимую. Возможно, только спустя годы кто-то поймет, что вы в этом были невероятно важны, господин Возняк, тому примеру, например, ну так, вспомнилось. А вопрос как бы опять, а надо ли, чтобы вы понимали, что важны или нет? Ну, для самооценки в итоге однажды это может пригодиться, это про ту самую внутреннюю мотивацию, то есть, что есть я для самооценки, для гордости за то, что я делаю. Если человек действительно адекватно оценивает свои поступки, вот он родился, жил, набрал экспертизу, применил ее, то, конечно, ну, вот эта человеческая гордость от того, что ты живешь и вот это делаешь, она очень-очень важна. Кто-то оценил, тут тоже очень важно, чтобы оценил это, наверное, человек более еще достойный, чем ты, и тогда это не просто приятно, это крайне важно, потому что это вот этот обратный эффект критики. Нам нравится, когда нас критикуют кто-то более экспертный, чем мы, потому что в этой критике мы находим зерно и учимся таким образом. Но также важно, когда кто-то более экспертный, чем мы, говорит, слушай, а вот это ты сделал великолепно. И тогда, да, ты... Знаешь, как у тебя? Здесь как бы, ну, вопрос цифр. Как бы, не знаю, кто угодно может мне сто раз говорить, что я не прав, но если я по цифрам вижу, что там с помощью какого-то твика или, не знаю, любой какой-то штуки компания начала зарабатывать больше денег, допустим, и в процессе своего развития там не сильно падать в юнит экономики, потому что я там когда-то, пять лет назад подумал о том, что давай создадим сейчас под каждую персону плейбук, да, и теперь весь этот новый хранится внутри компании, компания его использует, то мне как бы, ну, абсолютно по барабану кто и что скажет. Более того, понимаешь, что такая замечательная вещь, что очень многие думают, что я хороший маркетолог. Вот, вот прям, ну, типа, очень многие. Вопрос, откуда они это, с чего они это взяли? Вот, как бы, ты меня пригласил в интервью, с чего ты взял вообще, что я здесь нужен? Почему я? Почему Олеся пригласила меня в стартап-грайн тогда к вам приехать? Или почему Google взял меня в менторы? Почему? Вот вопрос. Ведь никто из вас не видел, как я работаю. Ни ты, ни Леся, ни Google. Я никому не показывал рекламные кабинеты свои или еще что-то в этом духе. Ну, то есть, я это к чему? Я это к тому, что большинство кредабилити, которое ты получаешь, неважно, как бы, откуда, оно строится по большей части на, ну, субъективной штуке. На том, что ты когда-то кому-то где-то что-то подсказал, да, поэтому думаешь, что ты там хорош в чем-то. Возможно, потому что ты когда-то где-то задал очень правильный вопрос, очень глубокий, да, который показывает, что ты не вчера в индустрии, а там тебя действительно интересуют тектонические плиты этой индустрии. Но это нифига не говорит о том, что ты хороший маркетолог или там хороший специалист. То же самое и с оценками, понимаешь, когда тебя оценивает кто-то и говорит, что что-то сделано хорошо, вопрос как бы откуда он знает, что это сделано хорошо, с чего он взял, что это сделано хорошо и по сравнению с кем это сделано хорошо. Я могу тебе сказать, что, не знаю, у тебя прекрасная музыка, но я тут в музыке ты нифига не понимаю. Да, и с одной стороны приятно, а с другой стороны как бы ничто. я могу тебе сказать, я могу тебе сказать, что идея с радио прекрасная для развития, да, но я не создавал своего радио никогда, я не знаю, как оно создается, и просто то, что там ты мне нравишься и мне нравится то, что ты делаешь, не говорит о том, что радио прекрасно. Поэтому, ну такое, очень спорная штука, очень спорная. Вот здесь, здесь хорошо. Это одна из самых сильных мыслей, кстати, в этом ты очень хорошо раскрыл сейчас. А эта ценность дает и нам с тобой, и радио, в том числе, я думаю, что послушают, подумают. Людям все равно. Людям все равно. Мне все равно. Все равно. Я выступал на одном из хакатонов, и меня представляли, вот на тот момент, когда меня представили, сказали, что вот с помощью этого человека все продукты из Украины, которые запустились на Product Hunt, это все моих рук дело. Это не моих рук дело вообще. Ну то есть абсолютно. Я об этом, ну первое, когда я вышел, первое, что я сказал, что это неправда. Ну нет. 80% продуктов запускалось вообще без моего участия. Возможно, какая-то часть из них прочитала мою статью. Все, не больше. Ты думаешь, что это было интересно? Вот сразу же после моего выступления подходят люди там, о, а вот с учетом всех ваших заповедей, все продукты в Украине, бляха, это же так круто. Я говорю, ну что? И эта ситуация как бы, ну, постоянно. То есть, если кто-то думает, что ты в чем-то хорош, ты такой, знаешь, немножко неправильный пиар, наверное. Если кто-то думает, что ты в чем-то хорош, то даже если ты будешь прямо заявлять, смотрите, я в этом полный ноль и ничего не понимаю, всем будет фиолетом. могу ответить за себя. Я тебя в эфир и позвал, потому что мне нравится проактивная позиция. Кроме того, ты ее проявлял и ранее, когда мы с тобой общались, и я вижу, как ты влияешь своим выступлениями, а твои выступления часто это размышления в режиме реального времени. То есть, просто твоя работа мозга, а при этом ты опираешься, очевидно, на определенную экспертизу, черты характера, то, как ты управляешь комьюнити в момент, когда ты спикер, на людей влияет положительно. Это хорошо, это хорошо. Да, ты не психолог и маркетолог, но людям в Украине часто требуется просто inspiration. А что, если я просто ленивый ублюдок? Вот как тебе этот вариант? Это как тебе угодно. Это должно быть, даже оставаться у тебя, потому что корона не выросла. Ты обязан говорить о себе так. Чем больше ты накапливаешь экспертизы, больше людей к тебе. Нет, смотри. Слушай, ты должен шпарить, что все, нет, отстаньте от меня, прекратите с этим культом, нет, я не важен. Так вот, смотри, где проходит опять-таки грань между тем, что я реальность и между маркетингом? Вдруг я спикаю в лайвах то, что мне приходит в голову, потому что мне просто впадло готовить нормальный спич. Вдруг, если я заявляю, что я ленивый ублюдок, а не нормальный маркетолог, это тоже часть моего маркетинга. И вот как понять, кто здесь прав, а кто не прав? Кто объективен, а кто субъективен? Кто врет и пользуется положением, а кто действительно заслуживает на все те же похвалы и высокие оценки? Ну вот я пригласил тебя в эфир для того, чтобы лучше понять, каков ты, какие вопросы можно с тобой поднимать, где будет комфортно, а где дискомфортно. А знаю ли я сам такие вопросы лучше поднимать? Знаю ли я сам, но что касается маркетинга, вот если мы с тобой схватим какой-то кейс и будем его вместе решать, конечно, пройдя определенный путь, только так можно разобраться, насколько человек голововарит. Потому что все равно маркетинг – это про решение задачи в режиме реального времени. Сколько бы ты ни опирался на, не знаю, Котлера, ты решаешь задачу, а не Котлер. За тебя решает задачу. Поэтому это просто про работу мозга в итоге. А сможешь, смотри, опять вот здесь тоже такой вопрос, сможешь ли ты ее решить? От того, что я знаю решение, это не означает, что я смогу взять его и применить. Ну, окей. Это не означает, что мы с тобой не можем взять и поработать над конкретной задачкой. свобода выбора. Не, да, определенная. Я просто к тому, что… Где тот момент, кто определяет свой эксперт? Статус. Да, статусность большинства людей, вещей и всего остального, как по мне, она, ну, мягко говоря, немножко перебута. Ну, есть такое дело. И тут… В огонь за инспирейшн создали себе ложных кумиров в очередной раз. Есть такое. Да, да, да. И в этом плане мне очень нравится книжка, вот я ее советовал еще в Днепре, тогда Trust Me Online, верьте мне лгу. Вот потому что она прекрасно описывает, как работает вся эта штука, как строятся бренды, в том числе и personal бренды, да, и что… Фишка-то какая? Ты не попадешь сразу выступать на, не знаю, условный Forbes, да, но если ты начнешь с чего-то пониже, рано или поздно ты окажешься в том же Forbes. И не потому, что ты достоин Forbes, а потому что журналисту из Forbes или там колумнисту из Forbes понравилась какая-то твоя мысль, которая в конечном итоге может быть даже и не твоя. Welcome to the real world. Ну вот в этом самом сложном времени, в котором ты оказался, маркетинг, похоже, это создание рынка руками определенных людей. У меня к тебе просьба. Уж коли ты достаточно критично оцениваешь себя, хотя ты, может быть, тоже часть маркетинга, как ты уже проговорил, да, и ни в чем нельзя быть уверенным, но все-таки предположу, что порядочность твоя позволит заняться, не знаешь, не рядом громких разоблачений, а вот эта история по поводу того, кто имеет право выступать со сцены, которая меня очень давно волнует, действительно ли за человеком стоит экспертиза, действительно ли человеком двигают побуждение, плати вперед, например. мне бы хотелось, чтобы мне бы хотелось меритократия, я вот о чем видеть, потому что действительно изобилие информации соцсетей и раздутых брендов personal, к сожалению, не привело к росту экспертизы, и количество вопросов, которые остаются нерешенными, потому что много белого шума и много конференций являются пустышками зачастую, вот это все можно отрегулировать только группой, небольшой группой профессионалов? Нельзя. Смотри, если говорить про маркетинг, сори, что перебиваю, просто вот сразу такой небольшой в топик, большинство людей в маркетинге это люди вот одного кейса, да, то есть их все знают, потому что когда-то они сделали что-то одно очень хорошо, да, и о чем там рассказали всем вокруг или там с помощью меди рассказали всем вокруг, и вот я не могу критиковать этих людей, да, их не надо критиковать, потому что несмотря на то, что кейс у них там был только один, это не означает, что они плохо делают всю другую работу, это означает, что другую работу возможно они делают просто на уровне, на хорошем уровне, но при этом это же уровень, почему нет? Вот у меня просто тоже были там подобные мысли по поводу раскрытия шкелетов в шкафу, вот, и когда я начал в этом копаться, я понимаю, что мне некого раскрывать, ну то есть все фокапят, я фокапил, вот, я зафокапил просто все, что мог зафокапить, все фокапят, это нормально, и как бы зачем рассказывать на публику, что кто-то где-то зафокапил. у нас интернет начал хулиганить, но все фокапят, и ты тоже, это была последняя высказанная мысль. Скажите, что-нибудь я хочу услышать. Да, 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 если звук, все прекрасно. Да, это видео поднесло. У нас тайминг, хотя мы как раз с тобой под конец нашей беседы действительно подошли к интересным вещам, интересным для меня в данном случае, потому что мы говорим о тех самых hard thing, мы говорим о проблемах выбора, мы говорим о честности перед собой, не с собой, в первую очередь, мы говорим о том маркете, на котором люди создают продукты, меня вообще беспокоит вот это количество, дикое количество новосозданных продуктов, куда это все? Пусть создаются, ну пусть создаются, это опыт. Вот самый важный урок, вот там я сейчас заспойлерю, разоблачу тебя, расскажу, что ты попросил показать всем свет в конце туннеля, вот этот вот свет в конце туннеля, это банально, это опыт. То есть самый важный урок, вот среди всех своих граблей, который был, я понимаю, что первый мой продукт мы строили очень долго, ну там, очень долго, он был достаточно легкий, его можно было запустить быстрее, но мы строили его очень долго. Вот каждый следующий продукт мы строили в два раза быстрее, чем предыдущий. Последний квоку мы построили за два месяца. Следующий я хочу построить за неделю. То есть я понимаю, что я его за неделю не построил, но я хочу к этому хотя бы стремиться, потому что опыт, сын ошибок трудных, и одна из самых больших ошибок, которая касается энтрепренёрщипа, это подходить к этому, знаешь, так вот, как у нас говорят, хозяйственно, то есть делать так всё основательно, прям типа закладывать фундамент, камень на камне, фигня всё это. Если тебе надо прямо сейчас где-то в лесу, в джунглях переночевать, ты не будешь строить себе замок, ты из листьев, палок, глины и ещё какой-нибудь фигни, слепишь себе что угодно, что спасёт тебя от дождя. И это вот касается построения продуктов. Поэтому пусть строят, пусть ошибаются, пусть набивают шишки, пусть понимают, что надо двигаться быстрее, пусть понимают, что надо общаться с кастомерами, в любом случае это всё опыт. Будет ли сложно? Будет нереально сложно. Если посмотреть на большинство интерпренёров, которые не горовец, которые находятся чуть-чуть эшелоном пониже с точки зрения паблисити, ну большинство из них, мягко говоря, не выглядят самыми счастливыми людьми на Земле. Вот, не знаю, мы сейчас выглядим более счастливыми, чем они. Большинство из основателей компаний, которые, допустим, там никогда не пили, никогда не употребляли, вели здоровый образ жизни в момент бурного роста компании, единственное место, где их можно найти, кроме офиса, это ближайший бар. Это вот hard thing. Свет в конце туннеля — это опыт, и с этим опытом приходит понимание, как надо двигаться, как можно двигаться быстрее с помощью меньших ресурсов. То есть мне здесь нравится, наверное, ещё аналогия в этом плане с дзюдо, когда ты используешь силу противника против самого противника. Вот здесь где-то так же. Тебе не надо строить, если ты хочешь конкурировать с R&B, тебе не надо строить громадную махину. Тебе надо придумать способ, как можно с меньшими усилиями сыграть на слабости R&B. Вот, как-то так. Мне нравится. Я с тобой ещё подумаю, о чём выйти в эфир, и это будет, видимо, другой подкаст, другая тема. Сейчас я предлагаю, свернулись, погнали, поработаем. Я напишу, когда мы будем выходить в эфир, и, возможно, мы решим с тобой сделать это второй раз. Мне действительно было кайфово сегодня с тобой разговаривать, особенно вот эти вторые полчаса, где мы вырулили на вопросы, при которых, вот, честно говоря, болтать даже мне не хочется, мне хочется о них размышлять молча. Да, есть такое дело. Сколько эфир, да, то я всё-таки в него говорю. Вот в него я говорю. Спасибо, дорогой. Рады, светлого дня, продуктивности, и до новой встречи. Да, спасибо, хорошего дня, и спасибо тем, кто нас слышал или будет слушать.